Меня выбрали председателем Комитета по правам человека. Ну, как вроде из тогдашнего состава депутатского корпуса, как вроде некого было больше и выбирать. Ну, правда, был Михаил Михайлович Молостов. Ну, я не знаю, он был совсем замечательный человек. Но, может быть, он был более задумчив, скажем так, неактивен. И это его красит на самом деле. Так я и стал членом Президиума. И надо сказать, что в этих выборах, я не знаю, каким образом выбор для себя осуществил Борис Николаевич. Может быть, он очень советовался с Лукиным на им. Может быть, еще что-то. А может быть, он как-то запомнил меня с похорон Сахарова, может быть. Где я-то выступал на этом митинге, а он нет. И мы, когда Борис Николаевич присоединился к этому шествию, мы, значит, всячески старались его затащить в автобус. Вот Елена Георгиевна это. Он нет, он снял шапку и так шел за автобусом. Он вообще очень благородно вел себя тогда. Ведь его отношения с Андреем Дмитриевичем были не такие простые. И в какой-то момент они могли стать острыми конкурентами. Вы помните это на выборах. И я думаю, что продлись жизнь Андрея Дмитриевича. Он и к Ельцину занял бы ту же позицию, что к Горбачеву условной поддержки. Хотя думаю я, что и с тем, и с другим могли бы состояться... Ну, не будь за нами проклятого прошлого советского, могли бы состояться конструктивные отношения. И это было бы... и это бы значило очень многое. Так мне кажется. Так вот, стал я этим самым председателем этого комитета. Комитет много работал, и я много работал. И нам много чего удалось. Да, относительно выборов. Меня очень не хотели выбирать. И тогда выступил Лукин, уговаривая всё-таки выбрать меня. И потом выступил Ельцин. И именно благодаря этой поддержке меня выбрали. Я понимаю, что правильно не хотели выбирать. История это показала. Но именно благодаря этой поддержке я и стал этим самым. Комитет много работал, и я много работал. И много работали мои, много помогали мои друзья из мемориала. Вот тот же Рогинский, Олег Орлов, который пришёл работать в комитет, и некоторое время работал там. Никита Охотин. Ну, и ещё разные другие люди. И очень много будущий судья Конституционного суда делал единственный среди нас профессиональный юрист Анатолий Леонидович Кононов. Замечательный совершенно человек, и наша дружба до сих пор осталась близкой. Так вот, таковы были условия моего избрания. Должен сказать, что председателя я был совершенно никакой. Очень плохой. Потому что как-то так получалось... Я действительно очень много работал. Ну, я вот за своим кругом работал. А депутаты были... Ну, кто-то что-то делал. Но как-то они были непрекаянные. Я не умею организовать работу. Ну, мы проводили разные... Ну, в общем, знаете... Ну, да, это на нас висело... Ну, понимаете, в нормальной правовой стране никогда бы я не стал иметь никакого отношения к политике. Вот те мои слова о том, что я честно занимаюсь моей честной наукой, и это даёт мне право уважать себя, были бы для меня достаточны. То есть, может, я бы интересовался какими-то там политическими делами, и что-то там... Ну, никогда не мог бы играть сколько-нибудь серьёзной роли. А здесь вот это получилось не так. Законопроекты, которые мы делали в этом комитете, это были замечательные законопроекты, и мы их довольно быстро изготовили, потому что был уже и задел некоторый, частично на бумаге, а частично-то в голове, но и были люди с энтузиазмом включавшись в эту работу. Так что уже в 90-м году эти законопроекты были предъявлены Верховному Совету. И Борис Николаевич, как я понимаю, вполне одобрительно к ним относился. Но они все провалились. Все до единого. Все серьёзные. И о реабилитации жертв политических репрессий, и даже, кажется, о чрезвычайном положении. Ещё что-то, да. Да, и закон, коренным образом менявший кодекс, как теперь это, наверное, называется кодекс об исполнении наказаний, а прежде это назывался, сейчас я вспомню, как, правительный трудовой кодекс. Вот. Так вот, этот закон был написан, вот он просто коренным образом менял пенитенциарную систему, так и изменил законодательно, не на самом деле. Вот. Хотя были серьёзные в своё время сдвиги. Так и этот провалился, и всё провалилось. Поэтому тем, что эти законы в 91-м году на следующий год были вновь представлены и триумфально приняты, это заслуга ГКЧПиста. Понимаете? А даже Ельцин со своим умением продвигать дело, ну, вряд ли с такой лёгкостью бы. Нет, я думаю, что не было бы ГКЧП, так бы и не было этих законов. Вы же помните, что был двухступенчатый парламент, съезд народных депутатов, это было тысяча с чем-то, я уже не помню, 1250 что ли человек, и 450, как сейчас, Верховный Совет, который на профессиональной основе работает. Ещё ж надо было попасть в этот Верховный Совет. Ну, и надо сказать, что вот здесь Борис Николаевич со своими, с какой-то своей командой очень старательно стремился, очень старательно провести отбор. Так вот, так вот статистика в съезде народных депутатов, если я не ошибаюсь, 87% были членов КПСС. 87%, представляете? Среди них было довольно много, знаете, как Солженицын писал, для пользы дела, там, ну, какой-нибудь зав.лаб, ещё что-нибудь. Ему трудно сделать его рабочую карьеру, ежели он не член КПСС, ему объясняют, что вот надо же всё-таки это. И многие из них действительно для пользы дела не то, чтобы облегчить себе, так сказать, научный взлёт, а просто заботились же о том, чтобы работа шла. оно были и другие. В общем, весь, я бы сказал, весь второй и третий эшелон КПСС, весь он был там. В Верховном Совете членов КПСС было чуть меньше, но какие-то были члены КПСС, это уж были зубры, и было ну что же, 60 с чем-то процентов было всё-таки сильно больше половины. И несмотря на то, что было некое поветрие, кто-то уже там, так сказать, как-то отказывался от своего членства, но всё-таки нет, в основном нет. После Пуча уже, так сказать, стало массовым. вот, ну и верхушка Верховного Совета в лотающем. Ну, вы же помните и Руслана Мрановича, и вице-президент у нас был такой, ну, этот, в отличие от Руслана Мрановича, по-моему, просто дурак. Ну, ну, я не знаю, так нехорошо, наверное, он говорит, так прям. Ну, я могу сказать, как, как-нибудь помягче. Дурака вы вырежете, а не слишком умён, не семипядей во лбу можете оставить. Ну, вот, ну, да ладно. Так вот, ну, до осени 91-го года там разного рода конфликты назревали, но они не были столь остры внутри Верховного Совета. А вот, когда произошёл путь, то тогда наши коммунисты, не когда он произошёл, а когда он провалился, вот тогда наши коммунисты просто на глазах, как по манию, просто переменились. Вы знаете, никогда среди демократов я не встречал таких острых говорунов, которые так клеймили бы наше проклятое прошлое. Вот. Дело было очень простое. Дело было очень простое, потому что совершенно очевидно было, что они побаивались, что с ними победители могут поступить так, как они поступили бы, если бы со своими оппонентами, если бы путь увенчался успехом.